Приветствую вас! Ещё раз решил записать вам большой ответ такой, потому что, да, немножечко проще общаться, чем писать вам, и давайте попробуем по вопросам. Значит, вы сказали правильно, что я многое достаточно вам отвечал долго, и, соответственно, если в моих словах вы не увидели того, что вам нужно делать, то это только моя недоработка, потому что мне казалось, что я, в принципе, всё достаточно подробно описал. Первое. Значит, как дойти до того, чтобы, значит, было у вас добро от избытка? Вы знаете, вот давайте попробуем привести такой пример, я уж не знаю, будет ли вам понятно или нет, это, вот, скажем, голодный человек общается с другим человеком для того, чтобы не быть голодным, да? Чтобы не быть, не испытывать чувство голода. И он от этого человека зависим, потому что он смертывает с ним именно своё удовлетворение голода. Но это же не свободные отношения, вы понимаете, это зависимость. Вот такая зависимость есть и у вас. Вы стремитесь это добро получить от другого человека, при этом, при этом, сами этого добра не имеете. Что для вас добро? Для вас добро это семья, отношения и дети, вот это хорошо. Нежность, доверие, вот это хорошо для вас. И вот к этому нужно стремиться. Но семья, отношения и дети, это следствие того, что у вас будут отношения с мужчиной. А отношения с мужчиной могут быть в том случае, если вы все остальные свои потребности, кроме семьи и детей, уже удовлетворены. То есть, а для чего вам нужна семья? Чтобы чувствовать себя полноценно? Возможно. Но я предлагаю вам ответить на этот вопрос. Для чего вам нужна семья? Вот лично вам. Для чего? Вы считаете, что так должна, ну, это должна иметь женщина? Должна кому? Себе? Обществу? До тех пор, пока вы будете отношения с мужчинами воспринимать, как средство для достижения ваших целей в виде отношений и детей, будут проблемы. Мужчину нужно воспринимать, как саму цель. А уже из отношений с ним, может быть, появится семья. А может быть и не появится. Отношения никто вам, к сожалению, не гарантирует. Это момент, который нужно понимать. До тех пор, пока вы будете направлены в отношениях с людьми на конкретные цели, такие цели, как себя, дети, у вас будут проблемы. Дальше. Значит, вы сказали, что ему некомфортно со мной, очевидно. Но, может быть, есть способ, как сделать, чтобы ему было хорошо. Как сделать, чтобы ему было хорошо, это ключевой момент. Прислушивайтесь к тому, чего хочет другой человек. Что ему важно, что ему ценно, чего он желает. И дайте ему это. Но давайте ему это, так? Назировать. Да? Чтобы он видел, что вы, безусловно, этого дела не останете. Что вы будете давать ему то, что он хочет тогда и только тогда, когда он будет отвечать вам темно. Для этого необходимо, например, сделать следующее. Вот мужчина любит, скажем, уют. Да? Уют. И вы ему дали этот уют один раз. Когда, например, оказались в его квартире, допустим. Он говорит, ну, дай мне еще раз этот уют. Вы говорите, нет. Я дам тебе этот уют только тогда, если ты дашь мне то, что хочу я. А вам нужна нежность, доверие и так далее. И если мужчина отвечает этим качествам, вы даете ему то, что хочет он. То есть, понимаете, как происходят отношения. Но при этом мы не задумываясь над тем, будет ли у вас в обязательном порядке семья или нет. Будут ли у вас дети в обязательном порядке или нет. Поверьте, чем быстрее вы спешите в отношениях, тем меньше у вас шансов на то, что они будут успешными. Это нужно понимать. Далее. Мне не очень понравилось, что вы сказали, что я поставил вам диагноз. Думаю, что диагнозы ставят психиатры, а психологи диагнозы не знают. Я выявил вашу проблему. И эта проблема, она задумывается наиболее важной. То есть, ваша проблема в том, что вы воспринимаетесь в нее как самоцель, а мужчину как средство. Не прислушивайтесь к желаниям этого мужчину и мужчины еще раз, по моему мнению. По моему мнению, так обстоят дела. Может быть, я ошибаюсь. Может быть. Но из того, что вы написали, это вытекает вроде бы однозначно. И если так, то именно вот это нужно менять. Далее. А что бы, скажете вы, что делать, если мне хочется семью? Видите ли, в чем дело? Если вы хотите семью и детей абстрактно, то есть без контекста мужчин, то семью можно ходить вот с мужчиной. Да, конкретный мужчина, конкретная семья, конкретные отношения и дети. Но если вы хотите абстрактно, то есть отвлеченную семью и детей, то это означает, что они вам для чего-то нужны. Они нужны вам либо для очищения собственной полноценности, либо собственной значимости, либо там еще какого-то срака. Нужно понять, для чего вам нужна семья, для чего вам нужны дети, именно в абстрактном смысле. То есть отвлечен от мужчин вообще. И вот это достижено. Потому что, если вы будете руководствоваться своим образом семьи, своим образом отношений, то вы автоматически, не помню, говорил ли я вам это или нет, будете стараться подогнать человека под эти требования, под эти стандарты. А это неправильно. Это неверно. Сначала нужно удовлетворить вашу потребность в том, для чего вы хотите семью. Потому что семья – это средство пока для вас. Средство для достижения собственных целей, не связанных с семьей. Это что-то другое. Я уже сказал. Может быть, место в обществе, может быть, полноценность, может быть, что-то еще и так далее. Но, тем не менее, это факт. Это факт. И я думаю, что вам нельзя, ну, нельзя семью воспринимать как самостоятель. Вот пока это так, у вас будут проблемы. И я думаю, что вам нужно избавляться от сомнений в себе, то есть не сомневаться в себе, не сомневаться в том, что вы ухудили, если у вас нет семьи, и не сомневаться в том, что у вас ничего не получится, если не будет иметь семьи. Исправ все-таки очень большое внимание, все свое внимание, уделяйте именно все-таки мужчин, не в контексте семьи, а просто мужчинам, без какого-либо контекста. И тогда у вас все будет нормально. На этом все. Надеюсь, что теперь стало немножко понятней. Если какие-то вопросы остались, пишите, спрашивайте. Удачи вам!